Вы матерый инди-разработчик, ну там C-Sharp знаете, JavaScript, кучу других страшных слов. И вот настал тот момент, когда вы решаете сделать игру пятилетки. Да вот только 3D-моделек запилить для вас некому. Не беда, вам поможет криворукий моделлер. Я расскажу вам как быстро и безболезненно слепить 3D-контент для вашего шедевра. Меня зовут Дмитрий. Понеслась. Какие по-вашему фичи надо наворотить в инди по стрелушке, чтобы она стала ну прям 12 из 10? Я как бы и сам не до конца понимаю, но можно просто посмотреть на то, что сейчас девелопят и сделать из этого выводы. Короче, вот что сейчас в почете у большинства начинающих разрабов. Сюжет. Что-то бомбануло, зона заражения, у главного героя то ли амнезия, то ли склероз и он... он убивает, чтобы вспомнить, бла-бла-бла, конец. Геймплей. Пидоришь по полю 10 километров в одну сторону, струляешь крыс, собак, крыс-собак, лутаешь, пидоришь обратно, чтобы продать лут и купить левый шерстяной носок, дающий плюс 10 брони третьему пальцу правой ноги. Графон. Качаем шаровые модели, текстуры, наваливаем это добро в движок и говорим всем, что это альфа. Оптимизация. В общем, вся эта клиника уже долгое время является неким постулатом. Ну и, разумеется, в игре просто обязан быть автомат Калашникова. Это закон. Поэтому не будем отходить от общепринятых правил и сотворим его простецкую кривую модель. Перед тем, как начать, шуруем в гугл, разыскиваем изображение будущей жертвы отечественного игростроя и натягиваем его на плейн. Как это сделать, я говорил в прошлых видосах, так что предлагаю ознакомиться. Если же у вас возникают сложности с данной операцией, то Калаши лепить вам немного рановато. Собственно, начнем с приклада. Создаем бокс, примерно по его габаритам. И делаем полупрозрачным, клавишами Alt-X. Конвертируем в Editable Poly и таскаем вершины по углам приклада. Затем берем Quick Slice и присовокупляем дополнительные ребра в этих местах. Сея процедура нужна для более точного повторения формы на картинке, что мы и делаем. Потом выделяем ЭДЖИ по длине и юзаем ЧАМПФЕР. Дальше в режиме полигонов определяем ОНОЕ по группам сглаживания. Основная часть в одной группе. Торцы в другой. И это полоска в третий. Для быстрого выделения берем один полигон и верхом на шифте клацаем на соседний. Немного подшаманим над вертексами, хотя можно не усложнять и оставить как есть. Как вы заметили, это лишь пол приклада. Вторую половину замутим пользуя модификатор с симметри по оси Z. Снова конвертнем в Editable Poly и применяем заклинание Turbo Smooth. Не провтыкайте воткнуть галочку возле Smoothie Groups. И если вы не напортачили с группами сглаживания, то у вас должна выйти такая хренота. Ну и по традиции серый материал. Черный цвет. О починке такой кривой сетки скажу в будущих видосах. А пока что выпилим ствольную коробку. Крафтим бокс таких размеров. Конвертируем и подгоняем вершины. Здесь квикслайсом влепим эджи по высоте и экструдим этот полигон. Для этого ребра заюзаем чамфер. Меня часто обвиняют в том, что я делаю, но не объясняю для чего. Так вот, нужно быть контрацептивом, чтобы не понять, что это действие создало фаску. Тем самым немного скруглило переход между полигонами. Дальше выдавливаем остальную часть коробки и вертексами пристраиваем ее к прикладу. Здесь тоже юзаем квикслайс. И пользуем экструд на этом полигоне. Для этого ребрышка применим чамфер. Как и для этих эджей снизу. Теперь запилим вот это углубление. Выделим данные полигоны и юзаем инсет. Равняем вершины по осям X, Y. И подгоняем их по форме вмятины. Для вертексов в углах применяем чамфер. Данные вершины подварим таким образом, с помощью Target Weld. Ну и вминаем это дело бевелом. Тыкаем один раз на Grow и назначаем выделенным поликом одну группу сглаживания. Затем инвертируем выделенное клавишами Ctrl-I и клацаем Auto Smooth. Если впадло ковырять все вручную, как в случае с прикладом. Дальше накладываем заклинание с симметрией по оси Z. Конвертируем. И экструдируем этот полигон с левой половины коробки примерно на столько. Зачем? Ну, типа надо так. Чтобы слепить крышку ствольной коробки, рожаем цилиндр с 14 сегментами и ставим значение 0 по оси X. Начинаем плясать над его размещением и размерами. Как вы уже, наверное, поняли, делать это можно на глаз. Ну или гуглить точные размеры. А если учесть то, что не каждый в состоянии найти даже фотку калаша, то лучше остановиться на первом варианте. Конвертнем его в Editable Poly и ушатаем все, кроме четырех полигонов справа. Вымучиваем необходимую длину, картинка в помощь. Выделяем нижнее ребро и с зажатым шифтом вырисовываем что-то вроде этого. Уверен, у вас получится не настолько криво. В любом случае, всегда можно подкорректировать вершинами. В списке модификаторов ищем ругань FFD 2х2х2. Активируем. Перетаскивая вот эти точки, делаем уклон и конвертируем. Теперь можно заюзать симметрии по иксу, воткнув галочку возле флип. И снова конвертнуть. Залепим конец крышки. Выделяем следующие ребра, кроме двух верхних. И тыкаем на бридж. Потом берем и коннектим свежие Эджи. А вертексы в этом месте свариваем инструментом Weld. Для скругления можно использовать чамфер на данных ребрах. Чтобы ствольная коробка не путалась под ногами, выделим ее и жмакаем на Hide Selection. Продолжим ковырять крышку. Берем кат и рисуем такую шляпу. Не без помощи изображения. Удаляем лишние полики. И подобную фиговину делаем с левой стороны. Применяем автосмуз для всех полигонов. И употребляем Shell для создания объема. Приступим к рукояти. Ее металлическую часть замутим из бокса. Принципы все те же. После конвертации подстраиваем форму, дергая за вершины. Потом применяем чамфер со значением сегментов 2 на гранях по высоте. Деревянную часть выстрогаем почти так же, как и приклад. Создаем бокс, конвертируем и начинаем таскать вершины. Чтобы этих вершин стало больше, юзаем Quick Slice в этих местах. И продолжаем мусолить вертексы. Теперь выделим следующие эджи и юзаем чамфер. Еще чамфер не повредит этим ребрам, а то уж слишком квадратноголовая петушня получается. Пользуем симметрию по оси Z. И конвертируем в эдитабл поле. На очереди магазин, который будем выпиливать из бокса. После конвертации коннектим грани по ширине. Смещаем чутка вперед и снова коннектим по ширине. На виде сверху тащим вершины, чтобы получилось типа такого. И Quick Slice режем вдоль. Полигон сзади, малость экструдируем. Затем коннектим ребра по высоте где-то пятью сегментами. И применяем модификатор BAND. Сгибаем наш магаз по оси Y. И конвертируем для дальнейшего издевательства. Выровняем верхушку. Впиндюрим дополнительные ребра. И выдавим данные полигоны. Осталось применить симметрии по оси Z и конвертнуть эти пироги. Можно было и так оставить, но я чего-то решил юзануть Бэвилл на основании магазина. Так что фиг с ним, пусть будет. Следующая приблуда – это цевьё. Тоже ничего хитрого. Конвертируем бокс. Выставляем по габаритам. И режем квикслайсом в этих местах. Затем выделяем вот эти эджи и применяем чамфер с двумя сегментами. Экструдируем данные полики и чутка шаманим над вершинами. Ну и симметрии по оси Z. Также не стоит забивать на группы сглаживания. А то, что бы вы ни моделили, всегда огранённый стакан будет получаться. Ствольная накладка лепится по тем же лекалам, что и цевьё. А если оно у вас получилось, затупов быть не должно. Вот газовая трубка, чутка посерьёзней. Организовываем цилиндр с двенадцатью сегментами. Ну и конвертнём в эдитабл поле, разумеется. Для заднего полигона пользуем Bevel. Затем Extrude. Естественно, подгоняем всю эту ахинею по изображению. Потом берём вот эти вертексы и выравниваем их по оси Y. Дальше юзаем Bevel для переднего полигона. Ну а после Extrude. Quick Slice добавляем грани в этих местах. Теперь выделим вот эти ребра. Удобнее было бы использовать Dot Ring, но я тупанул и выделял всё вручную. Что такое Dot Ring? Смотрите прошлый видос. В общем, берём и экструдируем выделенные эджи до такого вида. Полигоны в этом месте чутка перекосорылило, поэтому возьмём следующие ребра и употребляем Chamfer вот настолько. Выделяем эти вершины, свариваем weldом и ровняем по оси Z. Ещё одна приблуда – это газовая камера. Вполне хватит цилиндра с десятью сегментами. Конвертнём его. И снесём передний полигон. Затем выделяем эти ребра и тыкаем Bridge. Потом нужно законнектить новые эджи. Применяем модификатор FFD 2х2х2 и делаем вот такую штуковину. После чего снова Editable Poly. Берём Quick Slice и режем примерно здесь. Не отходя от кассы, клепаем ещё один цилиндр и располагаем его поудобней. Отправляем в топку этот полик и приотачиваем к этой примочке новый цилиндр, у которого удаляем полигон сверху. Дальше в режиме Border выделяем границы этой дыры и перетягиваем вниз, наступив на Shift. Клавишами Ctrl-Backspace удаляем это ребрышко и выделив границы на двух цилиндрах тыкаем Bridge. Если не в лом, то можно законнектить грани здесь для более точной формы. Но в целом и этого за глаза будет. Ствол. Для ствола создаём цилиндр. Поехали дальше. Основание мушки тоже вылепим из цилиндра. Рубим его Quick Slice в этих местах. И экструдим верхушку следующим образом. Подгоним по фотке. Узаем Bridge на этих полигонах. И ещё раз экструд. Цилиндр понадобится и для мушки. Отчекрыжим от неё всё, кроме этих поликов. И более-менее подшаманим над формой. Не обязательно, но можно законнектить эти грани. Накладываем заклинание Shell. И видим, что он уж как-то дохера low poly. Поэтому применим Chamfer на сих ребрах. Дальше, спереди основания мушки выделим полигоны. Юзаем Inset. А затем Extrude с отрицательным значением. Сюда воткнём цилиндр. Пару граней чутка утопим. Ну и закончим ковырять мушку маленьким цилиндром. Для его верхнего полигона используйте Bevel, а затем Extrude. Снизу отрастим вот такую хреновину. Устраняем полигоны с торцов. Выделяем границы и верхом на Shift масштабируем их. Прицел начнём пилить из бокса примерно таких габаритов. Экструдируем задний полигон дважды. Ну и придаём этой фиговине форму, дёргая за вершины. Всее место мелко нарубим Quick Slice и сотворим такую штуку. Для этих ребер пользуем Chamfer. Ещё один бокс уродуем почти так же. Пара Quick Slice. Connect двумя сегментами. И Extrude. Не повредит выдавить и этот полигон. Теперь для всей этой петрушки поочерёдно применим симметрии по оси Z. Для прицельной планки берём простецкий бокс. Узаем Quick Slice. Слегка уменьшаем по ширине в этом месте. Сюда влупим цилиндр. И ещё один здесь. С помощью инсета и экструда немного модифицируем его. Ну и отзеркалим копию. У прицельной планки выдавим данный полигон. И после того, как подогнали его по изображению, экструдим эти два. Теперь коннектим эджи по ширине. А затем здесь. Выделяем следующие эджи и пользуем Extrude. Та же шляпа и с данной вершиной. Это место тупо завалим боксом. Хреновина между прицелом и ствольной накладкой крафтится из бокса. На этих гранях юзаем Chamfer с двумя сегментами. А после пару раз экструдим сей полигон, попутно дёргая за вертексы. Те же пироги и здесь. Ничего нового и возле ствола. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сюда присобачим бокс. Для шомпола возьмём цилиндр. Вернёмся к стволу. Добавляем дополнительные грани на его конце и экструдируем эти полигоны с отрицательным значением, выбрав способ Height. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще один цилиндр въепидреним сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ушатаем полигон из торцов и отмасштабируем границы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Инструментами INSET и EXTRUDE запилим отверстие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И жмакаем на коллапс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На очереди затвор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Берём бокс и после конвертации коннектим ЭДЖИ по высоте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И еще один коннект. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вертексы таскаем так, чтобы затвор не вылазил за габариты крышки ствольной коробки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А чтобы залепить эту щель, экструдируем сей полигон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь влупим один коннект в этом месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И один по вертикали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и с помощью экструда и богов 3дмакса лепим что-то вроде этого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаю, оружейные эксперты уже заметили косяк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот хераблик должен быть изогнут в противоположном направлении. Так что название канала оправдано сполна, а лечить уже поздно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше спусковой крючок и херня возле него. Начнем с херни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА и тулим его возле рукояти. Конвертируем и выделяем ребро снизу. Надавливая на shift рисуем такую шляпу. После тоже самое сделаем с этими двумя. Для данных вершин юзаем chamfer. Можно дважды. И для создания толщины применяем shell. Тут присобачим бокс. Еще один сунем сюда и чутка удлиним его экструдом. Спусковой крючок пилим аналогично. Рядохранитель стряпаем из цилиндра. Точнее из его основания. Применяем к нему inset. Затем выделяем следующие эджи и тянем их не забывая прошифт. Равняем по картинке. И не слазил с shift тянем эти два ребра. Одно из них чутка длиннее. После используем bevel на данных поликах. Ну и shell для объема. Эту мелочь делаем из бокса. Просто коннектим четырьмя сегментами здесь и экструдим свежие ребра. Из очередного бокса с помощью чамфера создаем еще одну финтиклюшку. в качестве заклепок и прочих крепежей можно использовать цилиндры. Очередная мелочушка на прицеле выпиливается точно так же как вы делали до этого предохранитель, только из плейна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и под занавес еще несколько цилиндров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В итоге получаем такой АК-47 почти из 2400 полигонов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но если поковырять сетку, то это число можно уменьшить на 500. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так или иначе, ссыль на данную модель можете просить у меня в личке ВК, будучи участником нашей группы. Ну, теперь заценим домашку. Напомню, что это альбом в нашей группе в Контаче, куда вы можете выложить свой вариант модели из видоса, вместо кукареканья в комментах о том, что все дресня. Помнится, заданием был танк. Итак, лучший вариант без текстур запилил Александр Мороз. Ну, а лучшим вариантом в цвете стала работа от Артура Кузнецова. Домашкой для следующего видоса будет калаш. Какой именно, на ваше усмотрение. Думаю, стоит напомнить, что нужно показывать и сетку вашей работы, и все это на одном изображении. Но вангую, что на это снова будет положен неподъемный болт, но вы постарайтесь. Также, если вы готовы помочь Нашару своим скиллом в моделировании, можете заявить об этом в теме «Бесплатный моделлер». Ну, а если вы в поисках такого моделлера, заходите, выбирайте и общайтесь в личке. Не нужно захламлять тему сообщениями типа «Нужна модель кожаной флейты для 3D-печати, кто может помочь». Общайтесь с моделлером лично. Еще рекомендую вступить в группы ВК «Игроделы», а также 3DMSV. Там вы найдете тонны уроков по 3D Max, Unity, текстуры и прочее. Все ссылки в описании. Хотите, чтобы выпуски выходили чаще? Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Если наскребем 700 лайков, я тут же возьмусь за новый видос. С вами был криворукий моделлер Дмитрий. Всех с наступающими праздниками. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok